Эти семь троллейбусов практически точные копии машин, которые уже работают на маршрутах Хабаровска. Они произведены на все том же белорусском заводе и имеют запас автономного хода в 30 километров. Однако отличия все же имеются. Опускание и поднимание контактных штанг происходит по нажатию кнопки. Нажимаем кнопочку, вот, опускание только приемника. Дальше все это визуально отслеживаем, вот в данный момент они у нас опущены, видите? Вот здесь идет, ну, бортовой компьютер, скажем так. Покупка очередной партии троллейбусов в результате совместной работы администрации города, агентства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Хабаровского края. Новые машины перед передачей их введения города осмотрел глава региона Михаил Диктиров. И мы будем эту работу продолжать. В следующем году только на Хабаровск у нас 16 троллейбусов, 10 трамваев, а суммарно по программе развития города по мастер-плану у нас почти 200 автобусов. За 24, 25, 26 годы будут обновлены. Машины, которые только что пополнили парк, уже расписаны по маршрутам. Они выйдут в дополнение к тем троллейбусам, которые курсируют между тремя вокзалами краевого центра. Там сейчас работает на сегодняшний день 4 машины. С учетом этих машин, мы сейчас дополним выпуск, будет ходить 8 машин. То есть уменьшится интервал, улучшится регулярность, ну и надеемся, что это привлечет дополнительно пассажиров. Вместе с тем перевозчик строит планы по расширению троллейбусной сети. Благодаря приобретению машин с автономным ходом, в перспективе рогатый транспорт свяжет самые отдаленные районы города. Для этого в Хабаровск будут закупаться машины, которые могут проехать без контактной сети 40 километров. Дальше маршруты, это и Ореховая Сопка, это и строящийся микрорайон по улице Воронежской. Это все связано с тем, что мы можем сегодня жителей этих микрорайонов спокойно перевозить в любую точку города. Как отметил Сергей Кравчук, после получения новой партии троллейбусов с запасом автономного хода, их число в краевом центре достигло 17. За время работы на улицах города белорусская техника зарекомендовала себя с положительной стороны. Александр Лихачев, Тимур Новоселов, Большой город.